Приветствую рыболовов. Ну что, есть? Или так себе? Так себе. Ну у вас место вообще-то не совсем удачное. Нету глубины, где бы заходила такая, такая хорошая рыбешка. Прикормку купили, но все равно мелковато. Чтоб такой, значит, полок отзашел у вас. Это вам надо, знаете, где ловить? Вон там он, где вот это вот кончаются домики. Я не знаю, там что-то делают, не делают. Там глубина хорошая, можно, так сказать, да, выхватить. Именно вот с этой стороны там как раз глубина. Ладно, счастливо вам. Я пойду на свою зарядку. Вчера я выставил видео. Я жив. Ситуация вообще-то, я так особо не разглядывал свои позвоночники. Весьма-весьма серьезные, даже очень весьма серьезные. Все может случиться в один момент. И вот тут, знаете, вот многие ждут помощи. Многие ждут помощи от Бога. Так вот, Бог помогает через людей. То есть в данном случае, вот после, так сказать, откровенного разговора, мне была оказана помощь в виде советов. Не надо ждать, что что-то такое случится там. Раз ты оздоровишься, тебе будут даны дельный совет. Вот, тебе остается только делать. Точно так же наказание бывает через людей. Господь наказывает. Поэтому не надо думать, что вот как-то все случается так вот. И помощь от Бога, и наказание приходит через людей, через различные обстоятельства. Будете стремиться к положительному, притянете положительные обстоятельства. Ну и так далее. Так вот, мне хочется еще как-то озаглавить это видео. Пинок учителю от его деток. Да, что-то ты знаешь, что-то ты умеешь, что-то ты рекомендуешь, что-то помогаешь. А сам-то потихонечку, как бы сказать, и это наблюдается практически у всех людей. Ну, есть какое-то недомогание. Там она, знаете, так тлеет. Ну и что. Жить можно и можно. А когда, как вот в тот пенек, помните? Грибок его уже сожрал. И небольшая буря или что-то там, ветерочек. Он так вот хоп и сломился. Точно так же у меня когда-то еще в армии. Я помню, так раз на груди такие высыпания были. Ну, такие, знаете, они... Чесались. Ну, потом это все прошло. Ох, прошло, да и прошло. Все это нормально. Ну, на губах там выскакивало. Ну, у всех выскакивает. Вот эта зараза, она не спеша, потихонечку, как колонизатор. Так, ооо, какие тут у нас пространства. Надо освоить. Прекрасный организм. Вот мы ее начнем потихонечку, так сказать, осваивать. Так вот это все, значит, изнутри там тлеет. Потихонечку как-то сигнализирует. То, как ее там... Висюлькой. Ну, висюлька и висюлька, хрен знает что-то. Отмышкой на шее. Даже возле глаза. То есть там, где есть влажность. То есть вот это вот грибок, он так уже лезет, смотрит. Плюс это уже совсем такие вот высыпания по коже. Самое интересное, у меня они пошли по руке. Вот как бы сказать, вот здесь вот. И потихонечку выше поднимается. То есть вот такое идет поражение. Ну, ты еще крепок, ходишь, модишь, беспокоишься, покупаешь машины. Вот. Я не хочу сказать, что я думаю жить до 100 лет. Тем не менее. Тем не менее. О чем-то ты думаешь. А тут уже изнутри тебя кромсает во все. Естественно, ну, как бы сказать, набрасывается на самое лакомое. Что у нас производят клетки? обновляющие. Так называемые стволовые клетки. Это у нас производит костный мозг. Вот задача грибков, бактерий, паразитов добраться до фабрики, где-то все делается. Самое, так сказать, подключиться к источникам. И на этом все. человека уже доят эти паразиты, и он так медленно, наверное, чахнет. Так что вовремя мне дали пиночек. Мои ученики пристыдили. хорошо, что я никого не лечу. Вот я такое занял нищу. Сам решаю свои проблемы со здоровьем. И, впрочем, предстоит борьба. я не раз вам рассказывал, что когда что-то такое серьезное наметится, будет сон. Не знаю, как вы, а у меня всегда сон. И я видел то, с чем мне придется сцепиться. То, что, знаете, так сказать, самое интересное. Вот когда человек не знает, его, так сказать, тихо, мирно как там шпионы разрушают. Он не догадывается, что есть там шпионы, которые ведут диверсии потихонечку, полегонечку. Так все это замаскировано. Так точно у человека это могут быть паразиты всех мастей разных родов. Мирно, тихо. Знаете, усыпить его, бдительность, чтобы он даже не догадывался, что это есть. Это только раз, ага, все-таки он определил. И когда он определил, видит. Ё-моё, с чем он теперь столкнется. Но, тем не менее, тем не менее, кстати, я это видел, как-нибудь расскажу, что я видел. организм, но, тем не менее, в любом случае, организм и вы это хозяин. То, что у вас влезло, паразит на хлебник, которая задача тихонько вас сосать, это более мелкое образование, которое вы можете избавиться. Поэтому, поэтому задача тихо сидеть. Тихо. Вот, и тут предстоит дать бой. Ну, прекрасная вещь. Елизар мне порекомендовал. И еще хочу такую вещь подчеркнуть. Можно многое знать. Ну, не делать. Не делать. Либо считать это несущественным. Неважным. Вот. А тут вот на первое место выходит, знаете, что? Если вот как-то дерево наглядное, я люблю какие-то наглядные вещи, они невольно привлекают мое внимание, и как бы сказать, смотри, дерево, оно не зря тебе показано, что что-то оно дельное тебе покажет. это дерево как раз наглядный пример того, что там грыжи уже шмоля достигли такой величины, достигли такой величины, что любое действительно неловкое движение, какой-то там подъем, тяжесть или еще что-то, нагрузка, вот, все это выскочит, и просто человека в данном случае меня это может парализовать, паралик разбил, понимаете, насколько все это сложно, и я вам на своем опыте показываю не только жизнь, показываю этот процесс исцеления, который у меня был, который у меня там есть, в котором я нахожусь, ну, что еще сказать, вот, закончить фразу, если Господь хочет тебе помочь, Он помогает через людей, если хочет тебя наказать, Он это тоже сделает, через людей и через обстоятельства,